Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают самое значительное влияние на динамику финансовых рынков. Начнем традиционно с нефтянки, которая после экспирации сейчас ниже 60 долларов за баррель. По бренду мы наблюдаем котировки 59,83 и с начала этой недели мы с вами обозначали ряд факторов, из-за которых бренд в принципе должен оставаться под давлением. Это и прогнозы международного энергетического агентства, это и доклады администрации энергетической информации, доклады ОПЕК, потому что мировая экономика в принципе уже столкнулась с угрозой переизбытка предложения, что на фоне сохраняющихся рисков глобального экономического спада. Эти риски сейчас очень актуальны, потому что последние два дня, да можно даже сказать с минувших выходных, мы получаем только плохие новости с полейхи переговоров США и Китая, которые проходят на уровне безусловно не высших эшелонов власти сейчас. Ну, наверное, в сути дела это не меняет, если нет прогресса, то его нет. Традиционно этот фон выступает фактором для распродаж сырьевых инструментов, потому что если отношения США и Китая влияют на мировую экономику, они влияют, соответственно, на спрос на эти активы. Накануне у нас вышел отчет от Американского института нефти, который сообщил о том, что запасы нефти выросли. Сегодня мы, друзья, ждем официальные данные от администрации энергетической информации. Уверен то, что статистика снова будет со знаком плюс. Это еще один негативный фактор, если вспомним еще сколько нефти добывается в США, 12,8 миллиона баррелей в сутки. Это рекордный показатель. Разумеется, фон вроде бы как располагает к продажам. Поэтому вопросов к тому, что сейчас котировки, может быть, и оказались под давлением, у меня нет. Но, друзья, я хочу отметить, что это не значит то, что сейчас сломя голову нефть нужно продавать. Отмечу, что еще в понедельник я сделал большой акцент вашего внимания на то, что динамика нефти в ближайшие недели будет определяться ожиданиями и исходом встречи комитета ОПЕК плюс на Венской встрече в декабре и, конечно же, IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco. Это новостной фон в любой момент, друзья, может спровоцировать серьезный, существенный рост котировок нефти, потому что, повторюсь, что события эти уже совсем скоро. Встреча ОПЕК, это 5 декабря, IPO с Ауди Aramco, можно даже ориентироваться на уже непосредственно торги на ближневосточной бирже, это 11 декабря. Я много говорил уже о том, насколько важно сейчас на рынке создать условия, при которых котировки будут на очень высоких уровнях, потому что каждый доллар, это фактически для Saudi Aramco 10 миллиардов долларов потенциальной прибыли, то есть даже побольше, если уж совсем упираться и говорить о детальных цифрах. Саудовская Аравия не может сейчас облажаться, очень долго на IPO выходили, друзья, поэтому то, что котировки сейчас снижаются, оказались под давлением, да, у этого есть объяснение, но есть и компенсирующий фонд, который сегодня уже, к примеру, может отправить цены снова выше 60, далеко выше 60, если котировки вырастут там на несколько процентов, вопросов к этому не будет. Я держу длинные позиции, потому что уверен, что Саудовская Аравия может пойти на конкретные действия. Даже если не говорить о действиях с угрозами каких-нибудь военных кампаний в Йемене, что весьма вероятно, мы понимаем, что, наверное, самый ожидаемый ход, который сейчас можем увидеть, это лоббирование идеи того, чтобы страны ОПЕК плюс 5 декабря согласовали не только дополнительное продление действий генетического пакта, но и взяли на себя обязательства еще более меньших квот по добыче нефти. Напомню, что сейчас со совокупности страны ОПЕК согласовали ранее по добыче показатель на 1,2 снижение, скажем, согласовали на 1,2 миллиона баррелей. Я допускаю, что после Венской встречи мы можем говорить уже о цифрах в 1,5 миллиона баррелей. И все это будет делаться для того, чтобы как раз подстегнуть сейчас интерес к нефтянке, спровоцировать ралли и создать условия для благополучного IPO. Поэтому, друзья, несмотря на снижение, повторюсь, что для меня прилетите длинные позиции. Я думаю, вы должны понимать, с чем это связано. Доллар-иена 108.47 мы понемногу снижаемся. Здесь причин для распродажи довольно много. Это и комментарии Трампа, связанные с очередной критикой в адрес Федрезерва. Об этом мы уже очень много говорили. Критика была после выхода на прошлой неделе данных по промышленному производству. Критика была и ранее. Буквально два дня назад прошла встреча, инициированная Дональдом Трампом Трампа непосредственно Джеромом Паулом. Она длилась около 30 минут. И в ходе нее обсуждались вопросы влияния сильного доллара на экономику. Я также об этом говорил. Друзья, я думаю, что эта встреча была направлена на то, чтобы донести Федрезерву конкретную директиву и установку на дополнительное стимулирование экономики. И мы, в принципе, будем ждать его, возможно, в ближайшие месяцы. Я думаю, что до конца этого года есть также шанс на то, что ставки снизят еще раз. Сегодня в 23.00 по Москве протоколы, которые могут поддержать идею того, что стимулирующая политика будет оставаться стимулирующей и с новыми мерами еще не покончено. То есть Федрезерв еще не встал, скажем, в режим ожидания и не поставил вот это проведение мягкой монетарной политики на паузу. Плюс ко всему, если опустить доллар, у нас есть еще факторы спроса на иену. Это, опять же, скажем, холодные ветра, которые дуют с полей переговоров США и Китая. Мы можем легко сейчас увидеть в средствах массовой информации, как изменились настроения Китая на очевидный пессимизм из-за того, что США отказываются отменять пошлины. Позиция Трампа действительно неоднозначна. Буквально три недели назад он обещал это сделать, и вот ввоз и ныне Трамп. И накануне тоже я никак не могу объяснить, кроме как очередным подтверждением импульсивности натуры Трампа. Трамп сделал заявление о том, что если сделки не будет в ближайшие недели, он рассмотрит возможность увеличения таможенных пошлин, тарифов. Ну, как вы думаете, друзья, разве это та риторика, которая должна сейчас транслировать позитив? Я думаю, что нет. Золото из-за полученного спроса на защиту тоже может выиграть, поэтому я ожидаю возвращения котировок в район 1500 долларов за тройскую унсу. Евро против доллара ничего новенького, поэтому давайте не будем останавливаться. 1,1073 сейчас котировки, ждем тестирования поддержки 1,10. Фунт против доллара 1,2909. Отбились мы от сопротивления 1,30. Произошло это на фоне очередного изменения настроений касательно того, кто же все-таки на досрочных парламентских выборах 12 декабря сможет получить парламентское большинство. Ранее котировки росли, стремились к отметке 1,30, когда на рынке появились сообщения о том, что консерваторы начинают очень неплохо сплачивать свой коллектив и отрываться от партии либористов. Тогда перевес голосов был 45% в пользу консерваторов, это по данным опроса компании ЮГОВ, и 26% в пользу либористов. Сейчас настроение изменились, у консерваторов уже 42%. Это значит то, что вероятность все-таки согласования получения парламентского большинства и вывода Англии из состава Европейского Союза, она не так уж и очевидна сейчас и не так уж и высока. Да, Джонсон хочет получить большинство, но как меняются настроения, я думаю, что не нужно сейчас говорить о том, что его ожидания оправдаются. Если Англия не выйдет из состава Европейского Союза в крайний срок в Ядваре, соответственно, политический тупик продолжится, сохранится неопределенность, и я думаю, мы будем говорить о развитии еще большей нисходящей динамики. Друзья, сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, что происходит со всем известной бенчмаркой крипторынка биткоином, который сейчас торгуется на отметке 8100 долларов. Я считаю, что биткоин уже целенаправленно, движется в район мощной поддержки на отметке 5000 долларов. Вижу несколько причин и хочу отметить, что настроение довольно негативное. Во-первых, сейчас все подмечают тот факт, что очень необычная динамика для биткоина в момент ожидания его халвинга. Напомню, что халвинг – это процесс сокращения премии за генерацию дополнительных монет и сокращение фактически вдвое. Через полгода он уже намечен. И, как правило, на историческом опыте можно сказать, что обычно биткоин в этот период очень сильно рос, а потом падал после халвинга. Сейчас он снижается. И если динамика не изменится, после халвинга, разумеется, биткоин просядет еще сильнее. Ну и все обратили внимание также на то, что Google накануне анонсировал свое вступление в мир, скажем так, финансовых услуг через проект кэш. В частности, он может еще больше пошатнуть веру инвесторов в проекты, связанные с децентрализованными валютами. Очень сильно поджимают биткоин, друзья. Я думаю, что таким образом мы увидим развитие нисходящей динамики и рекомендую присоединиться к этим коротким позициям. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.